Новогодние праздники. Приятное время для жителей края, но напряженный период для всех силовых и оперативных структур. До зимних каникул осталось меньше двух недель, а значит уже сейчас важно позаботиться о том, чтобы ничего их не омрачило. О готовности всех спецслужб губернатора доложили на итоговом заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. В региональном министерстве курортов уже подсчитали, на новогодние каникулы в Краснодарский край приедут около одного миллиона отдыхающих. Поэтому Вениамин Кондратьев попросил уделить особое внимание всем транспортным узлам, на которые из-за наплыва туристов придется большая нагрузка. Давайте не забудем про то, что наши гости отдыхающие, которые к нам приедут, в первую очередь их будут встречать, это аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Вот здесь тоже мы должны эту составляющую маршрута, их маршрута взять под особый контроль. И противопожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов должна быть максимально усилена в этот период. Еще раз подчеркиваю, потому что, безусловно, и так она у нас на высоком уровне, но здесь особо усилена, потому что, конечно, кратно будет количество людей, которые будут проходить через аэропорты, и ЖТ-вокзалы, и автовокзалы. Усиленный контроль всех служб будет обеспечен на площадях, где пройдут массовые гуляния, а также в торговых и развлекательных центрах. Дополнительные группы силовых ведомств будут дежурить как и в новогоднюю ночь, так и в течение всех праздничных выходных. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период новогодних и раздельских праздников планируется задействовать более 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 8 тысяч представителей общественных формирований и правоохранительной направленности. К охране общественного порядка в регионе будут привлечены 7 тысяч казаков. Важно, чтобы они работали в одной связке с правоохранительными органами и сразу оповещали о внештатных ситуациях, отметил губернатор. Казаков сегодня у нас достаточно. Достаточно для того, чтобы мы могли каждый квадратный метр контролировать. Они не просто должны гулять, они должны на самом деле совместно с полицейскими патрулировать и осуществлять контроль за ситуацией. Везде, все, буквально каждый метр квадратной площади должен быть под их контролем. Проведите очень жесткий инструктаж с теми, кто будет патрулировать, еще раз подчеркиваю, и площади, и в целом места массовых гуляний и жителей, гостей нашего края. В том числе и на набережных. Не просто гуляют и разговаривают между собой, не просто контролируют. В период новогодних праздников жителям края стоит быть внимательнее с некачественной продукцией. Товары сомнительного происхождения чаще всего продают рядом с рынками и ярмарками. Особенно изворотливые пытаются даже пиротехнику продать с рук, без всяких документов, которые подтвердят безопасность и качество изделия. В преддверии новогодних праздников я бы хотел особое внимание обратить наших районов в кавычках лидеров. Это муниципальное образование Кореновский, Абинский, Динской районы. Здесь попрошу коллеги взять на особый контроль места скопления несанкционированной торговли. Потому что факты стихийной торговли в течение года мы выявляли в основном и фиксировали вблизи ярмарок. Вы протокольно зафиксируете поручения тем главам в районах, которые прозвучали, и мы в рамках закона краевого можем привлекать к дисциплинарной ответственности за невыполнение решения коллекционного совещания при губернаторе. Поэтому протоколом фиксируйте, отправляйте поручения главам муниципальных образований, а вы контролируете. Продукт, который в последнее время буквально заполонил кубанские прилавки, никотиновые смеси, так называемые снюсы, они сегодня особенно популярны среди подростков. Правда, по словам специалистов, на детский организм вещество влияет отрицательно. Один случай тяжелого отравления уже сфиксирован в горячем ключе. Вопрос о запрете продажи никотиновых смесей принципиально решить до новогодних праздников, отметил глава региона. Я думаю, что мы максимально подробимся с законом на ближайшие сети, чтобы запретить в крае реализацию никотиновых содержащих смесей несовершеннолетним. Я знаю, на федеральном уровне проект закона внесен по запрету. Давайте на краевом поторопимся, но здесь я просто прошу Василия Александровича вас и, безусловно, проконтролировать в рамках департамента потреб сферы, чтобы, по крайней мере, эти смеси, эти снюсы не продавались рядом со школами, с детскими садами, с местами массового скопления именно детей. Мы не можем смотреть спокойно, как дети, по большому счету, травятся. Краевой закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей будет рассмотрен кубанскими парламентариями уже завтра, на внеочередной сессии. А пока губернатор поручил провести в регионы рейды по магазинам. Особое внимание Вениамин Кондратьев попросил уделить торговым точкам около школ и детских центров. Избавить подростков от таких угощений нужно в кратчайшие сроки, пока не случилось летальных исходов.